Здравствуйте. Сегодня у нас необычная программа. Она посвящена музыке, пению. И в первую очередь, конечно же, духовному пению. У нас в гостях необычные люди, которые поют в хоре, которые часто выступают в театрах, которые поют отдельно, сами по себе солисты. И вот среди них, например, к нам в гости пришла сегодня Ольга Надеждина. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Константин. Вот многие зрители вас, может быть, уже где-то слышали или знают, как вы выступаете. Но все-таки интересно, как вы пришли к этой жизни, так сказать. Как вы стали петь? Известно, что вы окончили Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории. А что потом вы делали, чтобы стать профессиональной певицей? Ну, вы знаете, в годы обучения я училась на теоретическом отделении. О пении как-то речи не было. Но потом уже в высшем звене начались факультативные занятия по вокалу. И там выяснилось, что у меня редкий голос контральта и что нужно обязательно петь. Да, довольно редкий голос. Вы, кстати, между прочим, стали потом лауреатом международных конкурсов. И хочу сразу добавить к моему представлению, что вы артистка театра Школы драматического искусства, Театра наций, а также приглашенная солистка Большого театра. Вот этот путь. Сколько времени вам понадобилось для того, чтобы пройти путь от просто человека, который учится пению, до солистки Большого театра? Ну, где-то приблизительно 13 лет. Ого, это целая жизнь. Да, в театре Станиславского Немировича Данченко. Сначала работала в хоре, а потом потихонечку начала исполнять сольные партии. Вы начинали со светского пения, но я так понимаю, что известно, что вы часто пели в церковных хорах. Что это? Что вас привело к этому? Ну, вы знаете, когда работаешь в театре, что-то должно обязательно выравновешивать. Как сказать, вот, ну, страсти человеческие, театральные, сценические. Храм – это стержень, на котором все держится. Ну, первый храм или первый хор церковный, в который вы попали, это было что, где? Это было на окраине Москвы, в Бутово, храм Пороскевы Пятницы. Там я обучалась, учила глазы. Вот, а потом, когда в 2009 году образовался Московский Синодальный хор, я пришла на прослушивание к Алексею Пузакову. А, вы Алексею Пузакову, да? Да, да, да. То есть вы пришли в храм иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радостей на Большой Ордынке? Да, да. Именно там? Именно там прозвучали мои первые сольные выходы. Ну, известно, что хор Пузакова объездил чуть ли не полмира. Вы ездили с хором на гастроли? Да, конечно. Это очень интересно. Ну, вот занимались ли вы поиском своего творческого пути? Вот какие эксперименты в разных жанрах вы ставили до тех пор, пока вы не дошли до того, что было создано трио «Мелоди»? Собственно говоря, наша сегодняшняя программа и, может быть, следующая будут посвящены истории создания этого трио. Нам оно очень интересно. Вот как вы двигались в этом направлении? Ну, всегда было сложно находиться в каких-то рамках. Хотелось чего-то необычного, еще, ну, каких-то других грани своих талантов раскрыть. У меня, в принципе, еще до того даже, когда я пришла на работу в театр, у меня была даже рок-группа. Вот даже так? Да, то есть вот по-разному, по-разному. Но потом все больше как-то вот в сторону классики, духовной музыки, вот такое вот движение. Песня «Мелоди» И вот было создано трио. Самое интересное, что трио «Мелоди», известно, что туда входите вы, Ольга Надеждина, Светлана Полянская, а вот третий участник трио постоянно менялся и меняется, наверное, до сих пор. Почему? Почему вы никак не можете найти себе какого-то человека, который был с вами постоянно? Ну, вы знаете, потому что очень сложно найти человека, который готов работать в разных жанрах, постоянно менять свою манеру пения, постоянно пристраиваться, очень быстро учить музыку и тексты. Насколько мне известно, даже однажды вы выступали в составе, когда третьим был мужской голос. Да, такое тоже было. Такое тоже было, да? Да. А сейчас есть у вас постоянный участник трио? Да, сейчас у нас есть Татьяна Кокарева. Она с нами сейчас постоянно. То есть, насколько я понимаю, у вас лирическое сопрано, контр-альто и? И, ну, у Татьяны такой голос между высоким мецо и сопрано. То есть, как бы специально вы не ищете какой-то специальный голос? Нет, мы ищем специальный, чтобы он был по серединке между нами, между контр-альто и сопрано. Замечательно. В нашей программе также принимает участие Светлана Полянская. Она является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, приглашенной солисткой Вивальди Оркестра, капеллы имени Юрлова и ансамбля духовной музыки «Благовест». Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, очень приятно. Ваш путь тоже начинался необычно. Вы окончили Государственный музыкальный педагогический институт имени Ипполитова Иванова. Это на Морсийской улице в Москве. Да, два факультета. Сначала дирижерский, потом вокальный. О, и почему вы решили после дирижера пойти на вокальный? А это было не после, это было во время. А, одновременно? Одновременно практически. И дело в том, что я с 15 лет начала петь в храме. И когда я пришла петь в храм, в храм Варехова-Борисова, Троицев-Борисова, и меня взяли туда под крыло, прекрасный регент Ирина Тараканова, научила меня всему, чему только возможно. И в этот момент я работала с профессионалами, которые были намного старше меня. И мне все время все говорили, ну, надо заниматься вокалом. Даже для того, чтобы петь циркомно в хоре, нужно осваивать эту профессию. И вот я лила слезы, думала, что мне все говорили, что у тебя нет голоса, что ты не можешь ничего петь. Я думала, что нет, я все-таки могу, я все-таки буду. Занималась на дирижерском параллельно вокально, стала заниматься с педагогом. И через какое-то время это было удивительно для тех людей, которые говорили, что это невозможно. Они удивлялись, ну, как же возможно такое, что ты вот стала таким профессионалом? Но я могу сказать, что нет ничего невозможного. Если человек очень хочет, стремится к этому, работает, то возможно все. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Видите, иногда профессионалы пения приходят в церковь, чтобы петь в хоре, а иногда бывает наоборот. Кто-то выходит из церковного хора и становится хорошим профессионалом. Да, и вы знаете, у нас была встреча, конечно, я очень была наслышана об Алексею Пузаковичу, когда я только начала петь, я была еще юной совсем. Я знала, что у Алексея Александровича есть коллектив, они тогда много дисков записывали, храм, Никола в Кузнецах. Это просто для меня был легендарный коллектив, я об этом очень много слышала. И так получилось, что мы с Алексеем Александровичем сотрудничаем, наверное, лет 25 уже. Я даже уже боюсь вспомнить, когда мы познакомились. Алексей Александрович говорит, что он меня услышал на конкурсе, когда я пела травиату на Белло Вочи. Но познакомились мы чуть позже. Он уже меня тогда как-то выделил из общей массы людей. И потом, когда мы с ним встретились, он мне об этом рассказал, что я вот тебя сначала видел на конкурсе. Вот на этом конкурсе было Вочи в России. Вы заняли первое место вообще-то. Это было для меня так удивительно. Первая премия. Да, да, да. Это было. Но это было так уже давно. В прошлой жизни. Много ли давно, но все равно, так сказать, Романсиада, Россия, конкурс имени Дворшика, Чехия, имени Даркли, Румыния и так далее. Вы знаете, приходилось все время доказывать, вот когда я училась, мне приходилось все время доказывать кому-то что-то, что вот нет, ну у меня все-таки есть голос, что вот люди, международное жюри оценивает. И как-то все время через тернии мы шли к звездам, можно так сказать. Но нет, не к звездам. Но всегда в моей жизни присутствовал церковный хор. И вот наша встреча с Алексеем Александровичем, сотрудничество очень благотворное. Алексей Александрович в моей жизни сыграл огромную роль. Он тоже меня первый поверил и говорил, что вот, Светлана, я вот предлагаю вам петь партию сопрано в «Страстях по Матфею». И это было очень интересно, потому что я говорю, Алексей Александрович, я не смогу. И вот он все равно, он говорил, нет, Светлана, я вас верю. Действительно, эти концерты потом транслировались и были в записи. И вот ему спасибо большое, что он тоже первый поверил, например, в меня. Я знаю, что такая же история у Ольги. Потому что когда Ольга пришла работать к Алексею Александровичу, и Алексей Александрович тоже... Вот его вера в нас, как солисток, это же было очень давно, когда мы все-таки были очень молодые. Давайте послушаем. Да, а с Алексеем Александровичем я хотела сказать, что... Давайте послушаем, что... А мы послушаем, вот у нас есть запись Сверидова «Любовь святая». Это, наверное, то произведение, которое я больше всего пела с хором Алексея Александровича. Оно не на духовный текст, но вот Георгий Сверидов написал... Это, наверное, какой-то крик души или вот что-то такое. Георгий Сверидов Георгий Сверидов Георгий Сверидов Вы сотрудничали, например, с известной хоровой капеллой имени Юрлова. В чем это выражалось? Георгий Сверидович, мы знакомы тоже очень давно. Сначала я пела у него в хоре, когда еще была Кремлевская капелла. И потом Кремлевская капелла уже не стала, его пригласили работать, быть дирижером в Юрловской капелле. И когда был камерный коллектив, мы пели много соло, и он знал наши все данные вокальные, на что мы способны, как мы работаем. И он с удовольствием, я надеюсь, нас приглашал. Я исполняла партии, допустим, Стаббат Матер Фаре, какие-то сольные партии с хором, с оркестром. Но по хору Юрлова мы изучали в свое время, в советское время, историю духовной музыки. Он был одним из первых, кто протарил дорогу и издавал, так сказать, вот эти пластинки с духовным пением. Для нас были они очень важны. Это потрясающий хор с потрясающей историей. И он продолжает, Геннадий Александрович продолжает эти традиции. Собственно говоря, это капелла Бортнянского, придворно-певческая капелла, которая стала потом капеллой Юрлова. То есть у него колоссальная история, несколько сотен лет. А вот вы сотрудничаете с Вивальди Оркестром под управлением Наруна Артистки Безродной. В чем это выражается? Дело в том, что Вивальди Оркестр сейчас на протяжении довольно-таки большого количества времени исполняет очень много ретро-музыки. И меня пригласили работать, потому что там работал мой муж, он исполнитель музыки ретро, Сергей Полянский. И как-то мне нужно было... Я заменила артистку, которая не смогла поехать на гастроли. Это было лет 15 назад. И довольно-таки большое количество времени мы сотрудничали. Я пела очень много ретро. Светлана Борисовна научила меня из академической певицы быть эстрадной. То есть эстрадное ретро петь, это нужно иметь особенности, чтобы стиль другой был. То есть чтобы, когда ты поешь песню эстрадную, ретро 30-х, 40-х, чтобы сказать, что, слушай, ты сегодня пел без голоса. И это был бы комплимент, потому что мы все привыкли с надыханием посылать. С поставленным голосом песню. Конечно. Но это вот очень помогает нам в нашем коллективе, потому что у нас... Марк Бернес, предположим. Какое там поставленное пение? Конечно. Какое замечательное пение? Алинин Тутиосов. Пение сердца. Совершенно другие люди, другой стиль, другое исполнение. И вот в эту сторону, например, у Ольги была рок-группа, и у Ольги был эстрадный коллектив. Ольга пела много эстрадной музыки, а эстрадный современный. А для меня обучение было в Вивальде-оркестре. Это было для меня как школа жизни. Сейчас уже мы реже встречаемся, но все равно я храню в своем сердце благодарность Слане Борисовне, народной артистке. В конце концов, вот было создано трио «Мелоди». Вот с Ольгой мы только что говорили по этому поводу, а все-таки как вы приняли такое решение, вдруг решили объединиться? Вы знаете, у нас с Ольгой Надеждиной большая жажда творчества. То есть помимо того, что мы очень много всего делаем, мы не можем находиться в рамках определенных. То есть у нас есть работа. Мы еще не освещали, например, свою работу, то, что у нас еще педагогическая деятельность есть. Мы работаем как педагоги, предпедаем вокал на курсе народного артиста России Дмитрия Певцова и народной артистки России Ольги Дроздовой. Что для нас тоже большое счастье быть с такими мастерами. И даже в эту сторону мы тоже заходим. И сейчас уже потому что есть возможность передавать свой опыт и в эту сторону. Но трио-мелоди требует от нас универсального владения, во-первых, вокальной школой, потому что мы должны петь и оперу, и эстраду, и духовную музыку. Это все немножечко разные жанры. А потом исполнение сольно или исполнением ансамбля. Это тоже две грани такие очень разноплановые. И вы знаете, я хотела сказать как раз про создание того, что нам интересно. Во многом даже, я бы сказала так, Алексей Александрович Пузаков нас вдохновил, например, на создание торпоря, заступницы усердной Казанской иконы Божьей Матери. Поскольку они уже написаны, их много написано. И есть уже, ну не знаю, многие авторы обращаются к этому творчеству. И мы в том числе. Потому что поскольку мы всю жизнь поем в церкви, мы понимаем, что такое церковная музыка, какой она должна быть. Вот какое в ней должно быть зерно. И вот Ольга Надеждина, она, наверное, не сказала про себя еще, что она композитор, аранжировщик нашего коллектива. Вот я хотел об этом поговорить в следующей нашей передаче, так сказать, уже о некоторых ваших проектах, которые вы осуществляли. Ну, первое зерно – это духовная музыка. И вот фрагмент «Заступница усердная», который Ольга написала. И мы исполнили это произведение на концерте у Алексея Александровича, когда был фестиваль рождественский с хором. И был представлен в Доме музыки. Мы очень рады, это для нас большая честь. И спасибо Алексею Александровичу, что он все время нас вдохновляет на что-то новое, интересное, духовное. И для нас это необыкновенно важно, вот нести какую-то свою миссию, выполнять именно в духовном плане. Заступница, пусть светлая, Мать и Господа, приждала. 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 Да, он такой человек, он как бы не жалеет делиться. Он все время всем помогает, поддерживает, дает направление, подсказывает, куда-то пристраивает и так далее. Вот такой человек, такой редкий тип человека. Как говорят в нашей жизни, люди любят грести под себя, что называется. Алексей Александрович вообще не из этой оперы. Он совсем другой человек, да. Другой человек, он всегда рад поделиться и, более того, заражает своим творчеством. Он настолько многогранный человек и настолько у него какие-то идеи такие интересные приходят, необычные. Ну вот он просто необыкновенный человек. Вот опять к нам в студию вернулась Ольга Надеждина. Мы продолжаем разговор. Спасибо вам большое, что вы подождали, так сказать, и мы продолжим разговор. Нам интересно все-таки, какие планы в принципе у трио «Мелоди». Оно будет существовать все время или это какой-то временный проект? Ну, мы очень надеемся, что все время. Ну что ж, хорошо, спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях были Ольга Надеждина, Контр-Альта, лауреат международных конкурсов артистка театра Школы драматического искусства Театра нации и приглашенная солистка Большого театра. А также у нас в гостях Светлана Полянская, сопрано, лауреат всероссийских и международных конкурсов, приглашенная солистка Вивальди Оркестра, капелла имени Юрлова и ансамбля духовной музыки «Благовест». Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Всего вам самого доброго. Спасибо большое.